ну давайте приготовим пирог на сегодня я думаю он всем вам понравится так как готовлю я его очень часто и он вкусный и простой что нам для пирога нужно 250 300 грамм муки рассеянной муки затем одну чайную ложку соды разрыхлитель плюс еще 3 яйца где-то примерно 250 грамм кефира 100 грамм майонеза любого майонеза сами вы его приготовите или в магазине купите и сначала займемся тестом 200 250 грамм кефира мы погасим соды и размешаем хорошенечко прям размешаем подвинулась чтобы вам было видно чтобы сода растворилась там и погасилась в кефире сейчас вот забор ликом и так и должно быть но хорошенечко нужно размешать не просто так помешали все а прям вот чтобы растворилась там сода кефир должен быть где-то примерно комнатной температуры размешали хорошенько пусть у нас тесто постоит мы его отставляем и у нас яйца яйцо мы сварили крутое предварительно перед тем как варить мы конечно же помыли и теперь мы его порезали мелко крупно все равно как как вы хотите у нас еще лук в начинке будет такой знаете хороший пучок я у лука всегда отрезаю вот он чистый уже помытый на страну отрезаю вот эти вот начало луковицы и нарезаю и и и и и и и теперь все подсолю немного и перемешаю хорошенько в принципе уже получается салат сюда добавить немного масла подсолнечного и и уже весенний салат но у нас пирог все это отставляем чтобы нам не мешало и берем любую посуду у меня это будет вот такая вот чашечка вот такая вот чашечка сюда я добавляю 3 яйца соль соль прям немного знаете так на глаз майонез 100 грамм ну так же на глаз где-то ну 150 вы добавите ничего страшного нет все это взбить я буду взбивать не вручную а миксером теперь одеваю крышечку чтобы не разгрызгивала все это у меня добавляю добавляю теперь разрыхлитель чайную ложку и муку муку добавляю прям потихонечку потихонечку половина половина так теперь сюда выливаю кефир погашенной соды муку остаток и уже взбиваю до однородной массы так все убираю миксер желательно его сразу же выключить и убрать чтобы он не мешал и все остальное мы также уберем чтобы под руками нам не мешал выпекать выпекать я буду в форме которую покупала года два ту и три в фикс прайсе это форма с кольцом разъемная очень удобная в ней выпекать и пироги и все что угодно можно можно форму смазать маслом и сразу сюда заливается но я никакой форме не верю а вдруг все пристанет поэтому я буду застилать бумагой пергаментной вот такой вот у меня 38 сантиметров 8 метров силиконизированной очень удобной последний раз пользуюсь любую его лишнее отрезаю теперь уже можно вообще форму не смазывать а вот эти вот лишние хвостики я отрежу обнимаю вот так вот и теперь выливаю половину теста но половина это условно на глаз распределяю лопаточкой очень удобно можно ложкой и уже на глаз мы будем видеть добавлять еще нам или нет и теперь уже начинку добавляем начинку добавляю всю которая состояла у нас из пяти яиц соли и зеленого лука аромат сразу захотелось прям знаете окрошки да окрошку девочки мы с вами тоже скоро будем делать мою любимую окрошку и историю про окрошку который может быть не все зрители знают мою историю вот когда буду готовить тогда расскажу и уже распределяю полностью наше тесто выливаю его до конца на дне у нас нет остатка не взбитой муки это значит что мы взбивали все хорошо и распределяем закрываем нашу начинку никуда не торопимся аккуратно ставим на сто восемьдесят градусов в духовку разогретую примерно минут на сорок ну может быть сорок пять каждая ориентируется по своей духовке я думаю минут сорок выйдет потому что я сколько раз делала мне вот сорок минут так ну что духовочку я разогрела и теперь отправляю пирог в духовку через сорок минут мы встретимся а пока у нас будет пирог в духовке ну что возможно я побью кофе чай а в последнее время я люблю теплое молоко на меня это не похоже но как то так горячее вот такой вот пирог получился красота но минут через пятнадцать спешить не буду удалю из формы разрежу и покажу уже на разрез просто пальчики оближите у меня прошло десять минут он уже остыл я его удалила из формы из формы удаляется замечательно не потому что форма замечательная а потому что пергаментная бумага классная к ней даже не пристает ну а теперь давайте разрежем и посмотрим и угостим кого-нибудь сейчас тарелочку а тарелочку возьму с яблочком из летней посуды вы знаете что у меня посуда сезонная я ее меняю зимний летний осенний весенний и из летней посуды вот так ну давайте покажу вам как это все выглядит пирог простой быстрый и знаете вот пришли с работы быстренько тесто сделали залили лук яйцо готовить то в принципе отварили порезали и все приятного всем аппетита чай питье кофе питье обеды завтрака а возможно даже и у жена пока пока а с вами конечно же была Светлана так